Друзья, всем доброе утро! Всем привет! Добро пожаловать ко мне в новое видео! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня я хочу снять такой бытовой классический влог, не гламурный, без авоконтостов, патчей и всего такого. Просто стандартная классическая моя жизнь, которая у меня тоже присутствует. Есть некоторые задачи, которые нужно сегодня выполнить. Мы с приедем в центр подавать заявление на загранпаспорта. Это первое. Второе. У меня сегодня работа, у меня сегодня группа по гамакам. И вечером еще есть некоторые планы. Я надеюсь, что все, что нужно сегодня сделать, у нас получится. Я все смогу подснять. Так что оставайтесь со мной и давайте будем начинать. И первое, что нам нужно сделать, что я делаю каждый влог всегда, это выпить кофе. Поэтому пойдемте на кухню. Я сейчас уже выпила свою внутреннюю чашечку кофе, перенестилась на йога-ковер. Сейчас буду сниматься, практиковать, а заснять, к сожалению, не получится, потому что с телефона у меня будет идти музыка, а камеру, с которой можно снять GoPro, она у меня не подзаряжена, не подготовлена. Поэтому как-нибудь в следующий раз я обязательно засниму. Но хотела о другом с вами поговорить. Сегодня у меня будет делаться фотография на паспорт на, как вы понимаете, на 10 лет. То есть с 17 до 27 у меня будет эта фотография. Поэтому это супер ответственный этап. Вот. Я долго думала, как я денусь, что я протешу себя на голове. Вот. В общем, решения у меня были такие, что на голове я соберу пучок. Вот. Не такой, как сейчас, а чуть более расслабленный, такой жизненный, потому что обычно я вообще хожу просто с кудряшками, собираю мокрым способом, у меня кудряшки. Вот. Но для фотографии это будет слишком... Вы понимаете, я думаю, что это будет как бы маленький такой квадратик, и там будут просто вот маленькие уголочки белые, а все остальное это будет вот в самофоне. Не очень красиво. Вот. Выпрямлять волосы для меня вообще не свойственно. Поэтому заплету себе пучок. Расслабленный такой. Вот. Макияж. Ну, понятно, макияж будет просто такой обычный нейтральный. Побольше пудры. Подчеркну брови. Замажу выровненный тон. Вот. Немножко румято добавлю. Может, скульптора. Ну, что-то такое легкое. Вот. И еще нужно одеться во что-то, что будет красиво выглядеть в кадре. И у меня вот сейчас дилемма. Либо одеть какой-нибудь, типа, свиршот или, ну, короче, топ или какую-то кофту, которая будет просто как бы полукруглый вырез иметь и однотонный цвет, вот это там черный у меня есть, да? Вот. Или одеть, например, белую рубашку. Но у меня не прям рубашка такая. Это как немножко жирненькая такая куртка в виде белой рубашки. Вот. И то есть ее нужно одевать сверху на топ. Поэтому это будет такая как бы более толстая текстура, но зато будет красивый воротник. Вот. И надо ли одевать украшения, короче? Меня это так волнует. Надеюсь, что фотография выйдет сегодня хорошая. Так, я вот здесь вот так пристроилась. Для того, чтобы вам рассказать, откуда у меня вообще появилось желание и интерес к каким-то занятиям с лицом. Вот. В общем, откатываемся в 2017 год. Это было так давно. Ну, у меня всегда, у меня волновала тема, что у меня большие щеки. То есть мне очень сильно нравились девочки, у которых прям сильные такие выступающие, выпирающие скулы. А вот эти вот линии углы челюсти тоже, да? Такие прям котлявые, прям, ну, очень сильно выделенные, заметные. Первое, почему у меня их не было, как я сейчас уже понимаю, это потому, что я ела продукты, которые некомплементарны, да, для неотекшего лица, там, молочку, сахар и разное-разное-разное-разное. Вот. Но так как я с самого детства занимаюсь спортом, я понимала, что вот у нас есть какая-то мышца там на теле, допустим, бицепс, и мы можем его с определенными упражнениями закачать, и он может стать больше. И следуя этой логике, я такая, так, а на лице же у нас тоже есть мышцы, и по идее, если какую-то мышцу как бы сжимать, закачивать, тогда она может стать больше. В общем, я вбила этот запрос в Ютубе, по-моему, да, и мне вылезла девочка, которая занималась фейсбилдингом, у неё там школа фейсбилдинга была. Вот. Русская девочка, и я какое-то время тренировалась с этой девочкой. Вот. Скулы у меня так и не накачались, такие, какие я хотела. Какие-то упражнения я немножко не запонимала точно, как делать, но в целом я как бы соблюдала, и это был интересный новый опыт. Но прям каких-то супер божественно крутых результатов не было. Вот. Так как в Ютубе, когда ты смотришь ролики на какую-то тему, тебе потом начинают влезать в рекомендациях другие блогеры, другие девушки, кто снимают тоже на эту тему, я начала перебирать разных коучей, разные системы, но главная проблема этих систем была в том, что не было чётко сформулированных ясных тренировок. То есть мы, например, можем сейчас зайти в Ютуб и вбить, там, я не знаю, хатха-йога, грубо говоря, да, ну или какой-то запрос, там, закачка пресса, там, закачка ног. И нам выйдет много роликов, ты можешь на любой тыкнуть, перейти, и там будет просто комплекс упражнений, которые ты разберёшь и начинаешь делать. То тут такого не было, были какие-то разборы, были какие-то прямые эфиры, в общем, пользоваться было этим неудобно совершенно. Вот. И я на несколько лет вообще, в принципе, забросила эту тему с занятиями лица, вот, но потом в какой-то один прекрасный момент Ютуб мне выдал девушку, которая занимается, она из Кореи, вообще в Корее же очень такой серьёзный культ ухода за собой, что мне безумно нравится, что они занимаются и красотой тела, и красотой лица, и кожей, и мышцами лица, и формой, и всем-всем-всем, вот. И я некоторое время была поражена, у неё, во-первых, это называется не фейсбилдинг, а йога для лица, вот. Вот, комплексы упражнений простроены совершенно другим образом, в отличие от девушек, которые были у нас, вот. Есть комплексы, которые направлены на отдельные какие-то зоны, там, допустим, на лоб, на нос, на, я не знаю, челюстные зажимы и так далее, там, на шею, на всё, что угодно у них есть ролики. Во-первых, очень удобный формат роликов, то есть это коротенькие видео, там, я не знаю, от трёх до десяти минут, которые идут по какой-то теме, которую ты хочешь, вот. Вот, поэтому день выполнять от одного, простите, от одного до где-то там трёх-четырёх видео можно совершенно спокойно, это очень удобно, можно работать с собственным запросом, а самое главное, что я вижу результат. То есть, допустим, я хочу, вот, мне всегда не нравился мой нос, который такой немножечко картошкой, нос от папы, вот. И я его, плюс я люблю, когда разговариваю, раздувать ноздри, у меня есть такая привычка, что я говорю и вот это вот начинаю нос надувать, вот. И мне всегда это не нравилось, и есть комплексы, которые можно сделать, и реально, вот сразу после того, как ты его проделал, то есть не когда-то там в будущем какая-то мышца закачается, а ты вот этот комплекс сделал, и у тебя вот прям в эту же секунду нос реально уменьшился и стал тоньше, и это прям, ну, очень круто. Поэтому я искренне вам рекомендую подписаться на её канал, так, вот так, и тоже заниматься, потому что для меня это стало прям невероятным выходом, и когда мне нужно выглядеть классно, например, как сегодня, чтобы быть красивой на фотографии, либо просто там, да, у меня, например, болит что-то в лице, то это прям очень классно. И так, друзья, я уже собралась, накрасилась в полной готовности, я вызвала такси, и мы сейчас будем выходить, уже выезжать. Вот папка с документами, пожелайте нам удачи, чтобы всё прошло быстро и хорошо. Мы уже вышли, всё успешно, всё получилось, было, правда, очень смешно, потому что вот это вот чушь, куда мы ходили, вот это всё получать, вон приехал наш таксист. Сейчас мы доем до дома, и я вам всё расскажу обязательно. Вот я, собственно, и вернулась домой. Сейчас расскажу, что и как. В общем, первое моё впечатление, что я, когда ходила в МФС, получается, там всякие разные тоже бумажки, там приходишь, там всё ясно, всё понятно, там дают тебе эту штучку, талончик, и ты подходишь. Вот, здесь мы зашли, и это просто такое огромное здание, где написано на разных этажах, что находится. Вот, но я вот в этих аббревиатурах не разбираюсь совершенно. Вот, для меня это, что это за взрослая жизнь, я ничего не понимаю. Вот, но в итоге всё хорошо, мы разобрались, поднялись на пятый этаж. Вот, девушка, мы зашли, в общем, девушка такая сразу говорит, мне нужна копию того, копию того. Ну, в общем, всякие разные документы, с которых нужно снять копию. У нас было с паспорта сделано. Вот, она, значит, сказала, что надо сделать ещё там другие. Мама спустилась делать, но, вот, что интересно, она говорит, такая, вот вы, как минимум, уже 30 минут здесь сидите и ждёте, и уже могли бы всё на самом деле сделать. Просто в госуслугах нужно внимательнее до конца прочитать. Я так сильно удивилась этому, потому что, когда там что-то приходит, какая-то информация для тебя, там, ну, как бы ничего не написано. То есть, чтобы понимать, что тебе нужно с собой приносить для получения, да, каких-то услуг, тебе же нужно поднимать список документов, а его практически невозможно из интернета достать. Вот, ещё там была взрослая женщина, она, я так понимаю, уже пенсионер, наверное, вот, у которой нет госуслуг. И она, в общем, сидела, переживала, что получится у неё там записаться или попросить талончик, или там ещё что-то такое. Вот, она после нас зашла, мы уже вышли к лифту, она зашла, вернулась и говорит, что, типа, по-другому нельзя, только через госуслуги. Вот, а у неё нет ни телефона, ничего она не может, ну, типа, не разбирается вот в этих во всех современных системах, и ей очень сложно, поэтому сочувствую я ей, но при этом я очень сильно рада, что мы всё сделали, наконец-таки. Нам осталось подождать месяц, наверное, но неизвестно сколько, там тоже нам потом данные придут. Вот, и всё, ура, у меня будет новый паспорт, как я счастлива, можно будет снимать тревел-влоги. Ух, это самая большая просто радость. Вот, сейчас я вернулась домой, у меня есть немножечко времени, я собираюсь и буду выдвигаться, выезжать на работу. А, вот ещё что вспомнила. Значит, сначала ты заходишь, садишься на стульчик, там у тебя берут документы, всё понятно. Потом садишься на другой специальный стул, там такая система очень странная. Короче говоря, для фотографирования твоего лица, прям в этом же кабинете. А потом, потом ещё берут отпечатки пальцев. Это максимально интересно, Touch ID, в общем. Там такая машинка, вот, она со стеклом, и ты, в общем, прикладываешь палец, и она зелёным таким светом сканирует палец. Вот, почему-то, я не очень поняла, берут отпечатки с указательных пальцев. Левые руки и правые, всё, больше никакие, именно указательные пальцы. Очень интересно. Вот было бы здорово, если ты такой приезжаешь в аэропорт, там, куда-то лететь, да, и ты такой раз пальчик приложил, и всё, там, вся информация о тебе, всё есть. И не надо с собой ничего возить, носить и так далее. Просто так палец приложил, Touch ID. Было бы очень здорово. В общем, я уже вышла на работу. Мне сейчас надо по дороге зайти будет во вкусвилл, потому что я хочу взять себе что-нибудь покушать. Вот, поэтому зайдём вместе с вами. Возьмём какое-нибудь мяско, может, листики, овощи. Ну, посмотрим, что будет по настроению. А ещё я очень сильно расстроена, потому что мои аэроподсы разрядились. Я тот человек, который всегда, когда езжу или хожу куда-то одна, я всегда в наушниках слушаю что-нибудь, смотрю. Вот. А сейчас я открываю и понимаю, что у меня кейс для аэроподсов разрядился. И сами аэроподсы тоже. Я очень сильно смеюсь, потому что сегодня утром я запрела пучок для фотографии на паспорт. Мы приехали туда делать паспорт. Это было несколькими эпизодами ранее. Вот. И инспектор говорит, что у вас пучок не помещается в фотографию. Распустите волосы. И мама говорит, если она волосы распустит, она будет как Хагрид выглядеть. Сейчас у меня затекла голова уже, ну, как бы, ну, кожа так неприятна была. Я решила распустить волосы. И посмотрите. Я реально Хагрид. Это очень смешно. Сейчас я уже приехала на работу, как вы понимаете. Вот. Сейчас я буду кушать. И дальше буду проводить тренировку. Вот. А потом мы вместе с моим прекрасным любимой папой поедем на шоппинг. Нам нужно для дома купить всякие бытовые штуки. Швабру. Там. В общем, всякую такую фигню. Вот. Поэтому будет еще дальше. Ложат немножко из машины. Итак, пойдемте готовить зал к занятию. Для начала мы берем коврики. По количеству приходящих людей. Беру. Сразу несу ковры в зал. Дальше мне нужно будет размотать гамаки и разложить под ними коврики. Итак, коврики и гамаки готовы. Следующий этап. Я беру вот такую вот штуку. Это антисептик. И мы пробрызгиваем ковры перед занятием. Во-первых, чтобы они были продезинфицированы от предыдущих учеников. Во-вторых, чтобы они вкусно пахли. Потому что здесь всякие масла добавлены. Вот. И получается очень приятный такой аромат. Немного апельсиновый. Хвойный. Мне прям очень нравится. Итак, следующий мой любимый этап. Это зажигание свечек. Здесь есть разные всякие такие свечки. Я их зажигаю, чтобы в зале вкусно пахло. Это второй, кстати, антисептик с другим запахом и вкусом. Нужно его сюда поставить. Вот. Здесь у нас есть много всяких разных палочек ароматических и всего такого. Вот. Я их не люблю использовать для того, чтобы они именно пахли сами. Я потому что их называю палки-вонялки. Вот. Мне не нравится их аромат. Но для зажигания свечек... Так, сейчас надо какую-нибудь найти палочку. Так, вот я зажгла свечки. Сейчас их нужно расставить по своим местам. Так, а эти здесь просто стоят рядом с цветочками. И следующий этап. Нам нужно вот этого нашего друга. Отсюда вынуть из розетки. Так. И перенести вот сюда. Потому что зона расположения учеников у меня вот такая. Соответственно, если отсюда будет вентилятор дуть, это будет гораздо приятнее. Поэтому втыкаем, нажимаем включить, выбираем скорость. Я обычно люблю среднюю. Дальше выбираем, чтобы он поворачивался. И еще я люблю включать вот этот режим, чтобы он был как натуральный настоящий ветер. И все. Таким образом, мы полностью готовы к приходу гостей. Через 15 минут у меня начало занятия. Амф, а может чуть-чуть? У меня прям вообще пересохло все. Все, друзья, мы приехали. Сейчас будем искать шторы. У нас настроение боевое. Надо швабру и шторы. Мне нравится, что сегодня все на шее. Швабра, шторы. Это очень смешно. Удачи нам. Ты уже все знаешь тут? Тут нет. Это не мой. Так, ребятки, все. Короче говоря, жалюзи есть. Швабра, как бы это место не звучало, выбрано. Идем на кассу. Покупки выполнены. Ура! Мы вернулись домой. Я очень сильно устала. Уже 8 часов вечера. У меня уже нет сил. Вот. Сейчас чем я буду заниматься? Я купила вот эти штуки. И вот это вот, видите, сзади. Вот эта штора. Вообще она была одна. Потом часть вот от этой гармошки, она под собственным весом оттянулась вниз. И получилась вот эта вторая штора, приклеенная на скотч. Вот. И мне нужно их будет сейчас отодрать. Подрезать по длине, потому что они очень большие. И приклеить на все три окна. Сюда, сюда и вот сюда. Так что сейчас начнем этим заниматься. Здравствуйте. Сюда, сюда и вот сюда. Ну что, друзья, вот такой результат у меня получился. Мне прям очень нравится, очень уютно. Прям вообще супер кайф. Я даже специально на ноутбук установила себе вот эти модные часы из Пинтереста. Для того, чтобы вам подснять. Я довольна. И в завершении дня я сейчас уже мыла и смыла косметику. Хочу намазаться вот такой какой-то фигней. В общем, это мне подарили, привезли из Египта. Я, честно, понятия не имею, что это. Я неправильной страной показывала. Но упаковка очень красиво выглядит. Вот это вот такая вот баночка. Какая-то вот такая баночка. Вот. Есть ощущение, что это кислота, наверное. Вечерний уход одной рукой. Но маслянистая. По текстуре. Но что мне больше всего нравится? Она пахнет в Египте. Я очень сильно их люблю Египту. И вот эти классические одружки. И вот эта вот сыворотка. Она прям пахнет на причину вот их одружки. И масланингой, и на танце. О, это так приятно. Погружает меня во всякие классные воспоминания. Хорошая, конечно, бьюти-блогер. Одной рукой снимать, другой намазать. Я благодарю вас за просмотр. Спасибо большое, что были весь этот день вместе со мной. Я надеюсь, что вам понравилось. Сегодня у нас был вообще не инстаграммный и совершенно не эстетичный влог, а такой чисто жизненный. Мне захотелось для эксперимента такое тоже снять. Но следующий влог обязательно будет наполнен на эстетикой, я вам обещаю. Вот. Пишите комментарии, какие бы темы вы хотели поподробнее узнать. Возможно, вам какие-то рубрики были бы интересны. Вот. Я сейчас пойду монтировать этот видосик. Так что я вас люблю. И всем пока-пока.